МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы ООО Кипер. Производитель гидроизоляционного материала нового поколения. Гидроизол. Надежная защита от всех мокрых зол. Сегодня утром в Хабаровск прибыл председатель правительства России Владимир Путин. Премьер-министр прилетел для участия в церемонии сварки первого стыка магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Масштабный проект занимает одно из ключевых мест в реализации восточной газовой программы. Система позволит обеспечить голубым топливом большинство потребителей Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области и Сахалина. Прокладка газопровода до Владивостока займет два года. В строительстве магистрали примут участие около полутора тысяч специалистов со всей России. Гидрологическая ситуация у Хабаровска ухудшается с каждым днем. Уровень воды во море к концу недели может достичь критической отметки в пять метров. Накануне он составил 484 сантиметра. Как отмечают гидрологи, подобная паводковая ситуация в июле была зафиксирована аж в 1961 году. Левобережные дачные участки уже оказались под водой. Дачники пытаются спасти хоть какую-то часть урожая. Тем временем специалисты прогнозируют, что на выходных рост уровня воды прекратится, а с понедельника начнет снижаться. Вот только потерянный урожай это не вернет. Первый Криобанк заработал на Дальнем Востоке. Этим летом в Болонском заповеднике Амурского района в сотрудничестве с Институтом окружающей среды Японии начались работы по сохранению биологических клеток редких птиц и животных. Совместно был подписан грант. При помощи Национального института окружающей среды Японии при содействии Российского фонда фундаментальных исследований создали лабораторию. Культивирование клеток в лаборатории Болонске проводится впервые. Раньше все материалы отправлялись в Японию. Сейчас же коллеги с далекого острова только консультируют и помогают различными материалами. Например, они прислали специальные колбы, в которых должны выращиваться клетки. Но на месте наши ученые столкнулись с проблемой приготовления специального раствора. Мы пытались приготовить его у нас в заповеднике, но даже на обедистиллированной воде клетки гибнут. Что-то в нашей воде им не нравится. На Дальнем Востоке некоторые виды животных и птиц действительно находятся под угрозой исчезновения. Примером может служить дальневосточный аист или амурский тигр, которые уже давно занесены в Красную книгу. Цветения лотосов в естественной среде в этом году не будет. Всему причиной холодное и дождливое лето. Сильные паводки затопили все пойменные озера в крае. Поэтому реликтовый цветок не смог преодолеть непривычно большую толщу воды. Однако на одном искусственно созданном озере в Хабаровском районе, несмотря на непогоду, уникальное растение все-таки распустилось. Дачники высадили в водоем корневища лотоса без особой надежды на результат. Но пятый год подряд редкое растение радует местное население. Спонсор программы ООО «Кипер». Производитель гидроизоляционного материала нового поколения. Гидроизол. Надежная защита от всех мокрых зол. Любые проблемы прохудившейся кровли поможет решить гидроизол. Очень эффективный и очень простой в использовании материал гидроизол поможет вам сократить расходы денег и времени на ремонт кровли. Гидроизол. Надежная защита от всех мокрых зол. Спрашивайте в магазинах города. Спонсор прогноза погоды коммерческий банк Уссури представляет новые вклады с высокой доходностью. Банк Уссури поднимает ваши возможности на новую высоту. Доходность по вкладу Уссури партнер стала еще выше. Более 18% годовых. Банк Уссури. Проценты вдохновляют. Звоните 450 700. 31 июля в Хабаровске. Переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать. Температура воздуха 23-25 градусов. Территория мебели в Хабаровске одна. Территория мебели на Тихоокеанской. 174А. Летние скидки, прекрасные цены. За эту Викторию мы все и ценим. Улица Карла Маркса 43. Вход со стороны детского парка. Поставить пластиковые окна или съездить в отпуск? Не экономьте на отдыхе. Поставьте окна в компании Окна Роста и сделайте первый платеж через два месяца. Не надо выбирать. Езжайте отдыхать. Телефон 500 100. Мебельный салон Good Home эксклюзивно представляет в Хабаровске роскошную элитную мебель южнокитайского производства. Спальные комплекты, гостиные наборы, обеденные зоны, детские комнаты, рабочие кабинеты, офисные гарнитуры, электрокамины, предметы интерьера – все выполнено из натурального дерева. Элементы отделки изготовлены из природного камня, а в некоторых изделиях применяется настоящая позолота. Заметьте, вся эта роскошь и изысканность вполне доступна хабаровчанам, так как продается поистине приемлемым ценам, как комплектами, так и отдельными элементами. Вашим услугам заказ мебели по каталогам. Прибавьте к этому возможность оформления банковского кредита прямо на месте или получения рассрочки от магазина. Гордость салона – детская мебель, качество которой гарантируется международным экологическим сертификатом. А какие здесь диваны, кровати и плетеная мебель, многообразию которой вы будете приятно удивлены. Вам надо лишь сделать свой выбор, а сотрудники салона доставят покупку по указанному вами адресу и при необходимости произведут ее сборку. И все это с гарантией 2 года. Приходите. Мебельный салон Good Home, улица Индустриальная, 1Б. Спонсор программы ООО «Риелторская компания «Новый Атлант». Доверяйте профессионалам. Здравствуйте. Максимальный результат – 6 очков в двух выездных матчах. 7-0 в общей сложности в пользу футболистовской энергии. Первые 4 гола хабаровчане забили сами в Чите, а еще 3 получили в подарок от столичной милиции, не выходя на поле. Московский клуб МВД снялся с чемпионата и в соответствии с регламентом «Скаэнергия» за считана победа со счетом 3-0. Сейчас в активе хабаровчан 30 очков. Они занимают 9-е место в турнирной таблице. От «Салюта энергии» и «Балтики» их отделяют всего 1 очко. Следующий матч чемпионата армейцы проведут дома. От 9 августа с Новосибирской Сибирью. А до этого 5 августа во Владивостоке поборются за путевку в 1-4 финала Кубка России с «Лучом энергии». Токио Дом готов принять хабаровского спортсмена. В 70-тысячной арене в столице Японии регулярно проходят поединки в разделе К1 среди профессионалов. В октябре на ринг выйдет и боец клуба «Тайгер» Константин Немчин. К этой цели Константин Немчин шел несколько лет, в течение которых он становился чемпионом мира по универсальному карате с серебряным призером чемпионата по кемпо. Но то были любительские бои. Прошлой осенью Константин побывал в Японии, где прошел протест. В начале июля Хабаровск посетил Кавамура Сан, член президиума федерации Кей-1. Он высоко оценил потенциал хабаровского бойца и на этой неделе прислал приглашение на участие в турнире профессионалов. Поединок Константина состоится не абы где, а в знаменитом Токио-доме. Соперник пока неизвестен, но это точно будет японец. Впрочем, Константин готов драться с любым бойцом. Это новый шаг, но думаю, сейчас волнея никакого нет. Мы составили план тренировок, поэтому планомерно идем к этому, готовимся. Сейчас мы что-то не форсируем, постепенно набираем темп, добавляем тренировки. Я думаю, все хорошо. Тренируется Константин по два раза на день. Руки ему ставят хабаровские боксеры Владимир Лукьянов и Владимир Степанец. Физподготовкой занимается Иван Плотников, а всем остальным ведает основной наставник Станислав Винокуров. Вместе с тренером Коста бегает кросс и работает в паре. Занятие на свежем воздухе – отличное подспорье при подготовке к столь важному дебюту. Тренировки на улице прекрасны тем, что функционалку поднимают раз, и второе – это постоянно ты борешься. Борешься не только с собой, но и с мошкой, комарами и вот оводами. В сентябре интенсивность тренировок увеличится. За две недели до боя Константин вместе с тренером отправится в Токио, чтобы пройти еще один тест на профпригодность. После чего Константин должен выйти на пик своей формы, как раз к поединку, которая состоится в середине октября. Что нам стоит двор обустроить? В прошлом году таким вопросом задались жители дома по адресу ДОС-51. Если все делать своими руками, то оказывается, не слишком это и дорого. Было бы желание и единомышленники. О том, что во дворе необходима спортивная площадка, опытный тренер по легкой атлетике Рейса Штефлюк говорила всегда. В прошлом году решила взяться за дело. Пыталась привлечь соседей, но инициативу поддержали только дети. Вместе они договорились со сварщиком изготовить футбольные ворота и ограждения во дворе. В итоге появилась футбольная площадка. Теперь решили строить волейбольную. Пошла в дом управления. Вот такая ситуация, денег нет и все. Если дом подпишется, будем строить площадку. Вы хотя бы, говорю, привезите нам песка, мы сами построим. Сказано, сделано. Получили целых четыре машины песка. Дети задумались, а может лучше песочницу большую построить. Потом согласились, площадка нужнее. Нет, лучше площадку, потому что на ней можно играть, бегать, по песку. Там же будет сухий песок. Впрочем, решили выделить несколько мешков и на песочницу. Она появится позже. А пока главный объект все же волейбольная площадка. Ее приходят строить дети не только с этого двора, но и с соседних. Железнодорожный округ спортивными сооружениями не избалован. Работы надо закончить как можно быстрее. Погода в этом году дождливая, а дел еще много. Будем траву выдергивать.